Свинка Пеппа Жираф Джеральд Мама-свинка измеряет Пеппу Вот, Пеппа, смотри, какая ты выросла Я выше, чем была раньше Потому что ты растешь, Пеппа Теперь черед Джорджа Вот, Джордж, какой ты вырос Я выше, Джорджа Не бойся, Джордж Чем ты старше, тем будешь выше Да, но я всегда буду выше тебя, Джордж Потому что я всегда буду тебя старше Пришла пора идти в детский сад Дети, сегодня к нам в садик придет ваш новый друг Поздоровайтесь с Джеральдом Здравствуй, Джеральд Привет Ого, ты такой высокий Ты, наверное, очень старый Нет, детки Джеральд ваш ровесник Тогда почему он такой высокий? Я высокий, потому что я жираф Я его выше Нет, не выше Нет, выше Измеряется по кончикам ушей Разве уши считаются? Жираф Джеральд выше всех Ой Жаль, что я не такая высокая, как Джеральд И я И я И я Перемена Поиграем в прятки Хорошо Раз Два Пока Пепа считает, всем надо спрятаться Шесть Семь Восемь Девять Десять Кто не спрятался, я не виновата Я тебя нашла, Джеральд О И меня ты не нашла Меня ты не нашла Меня всегда находят, потому что я высокий Ой Быть высоким совсем не весело Мне приходится наклоняться, чтобы с вами поговорить Я наклоняюсь, чтобы поговорить с Джеральд Эй, Джеральд Скажи, как тебе быть маленьким? Поиграем в мяч Да Может, я потом поиграю? Жираф Джеральд не хочет играть, потому что ему грустно Лови, Денни Лови, Педро Лови, Пепа Ой Мяч застрял на дереве Я его не достану Дайте я попробую Нет, слишком высоко Что же делать? Срубим дерево Нет Даже моим хоботом не достать Ах Нет, не могу Если уж Эмили не может достать его хоботом, нам никогда не вернуть наш мяч Что же нам делать? Срубим дерево Нет Нам нужен кто-то высокий, чтобы достать наш мяч Джеральд Что? Ты достанешь мяч, потому что ты высокий Попробую Попробую Ура! Жираф Джеральд достал мяч О, я вижу кое-что еще На дереве застрял зверек Это кошка? Нет, я здесь Это черепаха Тиддлс 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 А вот и доктор хомяк, ветеринар Ах, ты непослушная черепаха Кого поблагодарить за спасение моей черепахи? Джеральда Спасибо, Джеральд Ничего себе, какой-то высокий Я жираф А-а-а Но вы выше, Джеральда, доктор хомяк Да, потому что я хомяк Хомяки всегда выше жирафов Э-э-э Когда повзрослею, я буду выше доктора хомяка Да Взрослые жирафы выше взрослых хомяков Привет Привет Мама и папа-жирафы пришли за Джеральдом Ого, вы головами достаете до неба Потому что мы жирафы И мои мамы и папы уже совсем взрослые Ха-ха-ха Свинка, Пеппа Дуфи Пеппа и Джордж сегодня гостят в доме у дедушки с бабушкой Пеппа смотрит на бабушку и ее туалетный столик Ты так вкусно пахнешь, бабушка? Благодарю, Пеппа Это мои любимые духи из лаванды Пахнет твоим цветочным садом Разумеется, ведь духи всегда делают из цветов Ммм, бабушка У меня родилась блестящая идея Неужели? Да Во-первых, мне понадобится вода Вот твоя вода Так А теперь я буду собирать туда цветочки, чтобы потом приготовить духи Прекрасная идея, дорогая Но только собирай пылевые цветы, не рви с клумбы, хорошо? Ладно Привет, цветочки Кто из вас хочет попасть в мои духи? Я положу вас в свой маленький стаканчик с водой Привет, бабочка Я готовлю духи Это будут самые прелестные ароматные духи, каких еще никто не делал Прекрасно К Пеппи подходит Джордж Не подходи ко мне, Джордж Я готовлю духи Может, посмотришь? Сначала я беру самый душистый цветок Просто замечательно А затем кладу его в стаканчик Нет, Джордж Я не разрешаю класть в мои духи траву Они должны пахнуть цветами Понюхай Гадость Джорджу не нравится, как пахнут цветы Дедушка-свин работает в цветнике Дедушка, дедушка Понюхай Фу Очень похоже на болотную воду Это же мои специальные духи Я приготовила их из цветов из бабушкиного сада О, да Пожалуй, это самые ароматные духи во всем свете Да Тебе нравится, Джордж? Нет Джорджу не нравится, как пахнут наши астры Возьми-ка это ведерко, Джордж Ты можешь приготовить духи из чего-нибудь другого В моем саду растут самые чудесные душистые травы Это травка розмарин Я обычно использую его в кулинарии Ммм, пахнет интересненько А это мята О, она пахнет очень мятно Фу А это лаванда О, она так напоминает мне духи нашей бабушки Да Невероятно стойкий запах лаванды А, бабушка, ты чудесно пахнешь Спасибо, дедушка-свин Бабушка, бабушка, а как тебе это? О, что это такое? Это мои духи О, да Прекрасно А Джордж нам тоже что-нибудь приготовил? Нет, бабушка Ему вообще никакие запахи не нравятся Тебе должен нравиться хоть один из запахов Джордж нашел маленькую лужу с грязью А, Джордж Что ты там нашел, дедка? У тебя там какие-то духи? Вообще-то пахнет очень приятно Просто замечательно Конечно, очень ароматно Что ты в них положил, Джордж? Духи Джорджа приготовлены из самой грязной грязи Ни одни духи не могут сравниться с грязью Ух ты! Бабушка-свинья Ты пахнешь гораздо вкуснее, чем пахло до этого Да Почаще пользуешься таким чудесным ароматом, дорогая Свинка-пеппа Такси, мисс Крольчихи Пеппа и Джордж в магазине с мамой-свинкой Сколько же покупок? Это для дедушки-свина Моя бабушка уезжает в отпуск Понятно Сколько покупок? Все по списку бабушки-свинки Где машина? Я не на машине, я не знал, что ты так много купишь О, тогда вызову такси Алло, служба такси Да, такси скоро приедет Простите, я на минуточку Сейчас вернусь Служба такси, куда едете? В дом бабушки и дедушки-свинов, пожалуйста Готово? Садитесь Вы за покупками ездили? Многие стали ездить по магазинам Покупают то-то, то-то, это Покупают, покупают Мисс Крольчиха, почему вы так много говорите? А все таксисты так делают, Пеппа Между прочим, на днях у меня в машине ехал мистер картофель Бабушка-свинка уезжает на несколько дней Дедушка-свин останется один В этой банке еда Чтобы ее достать, тебе нужно вот это Это консервный нож Я знаю, что это, бабушка-свинка Если захочешь сварить яйцо, налей в кастрюлю воды Да-да, я знаю Бабушка-свинка Здравствуйте, мои дорогие Мы все купили А почему ты не в аэропорту, бабушка? Ах, да Надо вызвать такси Служба такси? Здравствуйте, бабушка-свинка Мне надо в аэропорт Конечно Садитесь Спасибо Папа, можно проводить бабушку до аэропорта? Хорошо Пока Пока, папа В аэропорт едете? Да И мы очень торопимся Торопитесь туда, торопитесь сюда Почему все вечно торопятся? Бабушке-свинке надо успеть на самолет Она едет в отпуск В отпуск? У меня никогда не было отпуска Я все время куда-то тороплюсь Мисс Корольчиха Вы что, опять говорите, как таксист? Да Такси приехало в аэропорт До свидания, мои дорогие Пока, бабушка Пока Пепа и Джордж машут бабушке А это мистер Волк Такси! Садитесь До свидания, мистер Волк Пепа и Джордж любят всем махать Пока Папа, а как мы доберемся домой? На такси Ой, уехала В отпуске были Я очень устал Давайте лучше помолчим Помолчим, да Все так много говорят, говорят, говорят и говорят Говорят, говорят, что некоторые могут болтать часами без перерыва Моя сестра может говорить Алло, служба такси? Алло, заберите нас из аэропорта, пожалуйста Из аэропорта? Есть! Стоп! Здравствуйте, мистер Бык Вы ремонтируете дорогу? Нет Мне надо ремонтировать аэропорт Но мой грузовик сломался Я еду в аэропорт Садитесь У вас есть багаж Только песок Теперь в такси, мисс Крольчихи, полно песка Пока, босс Привет, босс Привет, ребята Вот песок Спасибо, мисс Крольчиха Не за что Мисс Крольчиха, отвезите нас домой, пожалуйста Сейчас Это мой последний рейс сегодня Езжайте домой и отдохните Ха, если мне повезет Извините, что заставила вас подождать У мисс Крольчихи был еще один трудный день Свинка Пеппа Детский праздник Пеппа и ее друзья гуляют у школы Мистер Бык проверяет школьную крышу Му! Кто мог так плохо выложить крышу? Эм, кажется, вы, мистер Бык. Прекрасная работа сделана на века, мадам. Но из нее все время течет вода. Смотрите, что происходит. Льет! Эту крышу надо заново перекрыть. Не может быть. Где же мы сможем найти деньги, чтобы починить крышу? Давайте устроим ярмарку и соберем на ней деньги. Прекрасная идея, Дэнни. Но кто же нам все это устроит? Мы сами! Да, дети сами все сделают. Я, например, разукрашивать умею. Я буду отвечать за микрофон. А наши мама и папа будут соревноваться в беге. Я могу продавать шарики. Да, мы устроим настоящий праздник детства. Ура! Наступил день детского праздника. Пришли все родители. Здравствуйте, мамы и папы. Песик Дэнни ответственный за микрофон. Мы собираем деньги на новую крышу. Слоненок Эмили продает всякую всячину. Подходите, подходите. Всякие мелочи для вашего дома. Ой, сколько тут разных вазочек, Эмили. Вряд ли тебе удастся их продать за один день. Подходит мистер Лис. Ммм, очень даже интересно. Шарики! Красивые шарики! Не желаете ли красивый шарик, мадам Газель? Я, пожалуй, возьму красный. Сколько он стоит? А сколько у вас есть? О, конечно. Мы же собираем деньги на новую крышу. Вот, мадам Газель, у меня совсем ничего не осталось. Как замечательно, Эмили. И сколько же ты выручила денег? Денег? Ты что же, просто так раздала все свои вазочки? Я думала, что так нужно. Мистер Лис забрал все бесплатно. Вас разрисуют только здесь. Овечка Сьюзи отвечает за художественную косметику. Привет, Сьюзи. Я хочу быть быстрым леопардом, милая. Нет, я рисую только фрукты. Хорошо, тогда я буду... Сливой. Вот. Пеппа отвечает за лотерею. Подходим, подходим. Счастливая лотерея. Привет, Пеппа. Здравствуйте, мистер Бык. Что это у вас голова зеленая? Я же яблоко. Хотите испытать удачу, мистер Бык? Хорошо. Что нужно делать? Просто вытащить приз из бочонка. Выигрывает все-все. Мистер Бык выиграл куколку. Я тоже попробую. Миссис Кошка выиграла трактор. О, хотите поменяться? Нет, не нужно. Мистеру Быку и миссис Кошке нравятся их призы. Подходите сюда. Лисенок Фредди отвечает за соревнования родителей. Благодарю вас. Эти деньги нам нужны для нашей новой крыши. Я всегда бегал прекрасно. Это не такой бег, папочка. Это прыжки в мешках. Ты должен залезть в мешок и прыгать только вперед. Как можно быстрее, папа. Понял. На старт. Внимание. Варш. Наши родители упали. Смотрите, они снова в игре. Ура. Еще чуть-чуть. Поднажми, папа. Давай, папа. Давай. Моя мама победительница. Ура. Было очень забавно, верно? Да, очень забавно. Мы должны благодарить за это наших детей. Они отлично поработали. Спасибо, дети. Мы собрали достаточно денег, чтобы приобрести новую черепицу для крыши. Опять. Ура. Свинка, Пепа. Играем в понарушку. Овечка Сьюзи приехала поиграть с Пепой. Привет, Пепа. Давай на велосипедах на перегонки. Давай. На старт. Внимание, Ярш. Ха-ха. Ой, нет. В чем дело, Пепа? Колесо спустило. Ты его проколола. Я хорошо умею чинить проколы. Сначала надо снять колесо. Потом снимем с него покрышку. Ты едешь, Пепа. Теперь нам нужно ведро воды. Ты можешь побыстрее, папа? Это быстро, Пепа. А пока ты ждешь, катайся на велосипеде понарушку. Понарушку? Да. На своем велосипеде понарушку. Хм. Ладно. Я придумала себе очень хороший велосипед. Хе-хе-хе. Мамчится велосипед. Тру-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Почему ты так странно идешь? А я не иду с Юзи. А где твой велосипед? Здесь. Это велосипед понарушку. Хм. У него сверкающие колеса. И он раскрашен всеми цветами радуги. О, я тоже хочу велосипед понарушку. Конечно, какой ты только захочешь. Так, мой велосипед понарушку розовый и пушистый. Ого. А вот и герсик Дэнни. Привет. Привет, Дэнни. Хотите поиграть в мяч? У тебя есть мяч? Нет. Не важно. Можно поиграть в мяч понарушку. Лови Дэнни. Надо посильнее ударить по нему ногой. Опа. О, всем привет. Это крольчиха Ребекка. Привет, Ребекка. А мы играем в мячик понарушку. Только Дэнни закинул его вон туда. Ой, я тоже знаю одну такую игру. Догадайтесь, кто я? Ты крольчонок. Не-а, я притворяюсь кем-то еще. Ты ослик, да? Нет. Ты пушистый слон? Нет. Космическая ракета? Нет. Ой, так можно очень долго гадать. Спросите, я большая? Ты большая? Нет. Я дам подсказку. Я овощ. Хм. Дай подсказку получше. Спросите, я морковка? Ты морковка? Да. Ура! Джордж тоже пришел поиграть. Джордж, притворись кем-то еще, а мы угадаем, кто ты. Грррр. Динозавр. Это слишком просто, Джордж. Знаешь, ты можешь выбрать все, что угодно. Джордж задумался. Гррр. Ах, динозавр. Всем привет. А вот и пони Педро. Во что играете? Мы играли в угадайку, но кажется, эта игра уже закончилась. А ты во что хочешь поиграть, Педро? Давайте прыгать по грязным лужам. Да! Давайте найдем лужи. Ой, а луж нет. Чтобы были лужи, нужен дождь. Значит, он пойдет понарошку. Хи-хи-хи. Пошел теплый дождик. По крышам капельки стучат. Ля-ля-ля-ля. Дождь понарошку надела лужи тоже понарошку. Ура! Слеп, слеп, слеп. Пепа, я починил твой велосипед. Он мне сейчас не нужен, папа. Да? Я прыгаю понарошку в грязных лужах. А, да. Это отличные лужи. Пожалуй, и я тоже с вами поиграю. На старт. Внимание. Стоп! В чем дело, Пепа? Если хочешь прыгать по лужам, надень сапоги. Но на мне понарошку мои самые лучшие сапоги. Хи-хи-хи. Тогда тебе можно прыгать. На старт. Внимание. Прыг. Ха-ха-ха. Папа-свин любит прыгать по лужам понарошку. Все обожают прыгать по лужам понарошку. Свинка, Пепа. Аквариум. Пепа кормит свою золотую рыбку Голди. Пора обедать, Голди. Оу, Голди ничего не ест. Она выглядит грустной. Мне кажется, я одинока. У нее же совсем нет рыбных друзей. Наверное, стоит свозить Голди в аквариум. А что такое аквари-квариум? Аквариум – это такое место, где живет много всяких рыб. Давай поедем в этот аквари-квариум, Голди. Хи-хи-хи. В аквариуме живут разные рыбы. О, да. Скорее всего. Отлично. Мы пришли найти друга для Голди. Надеюсь, вы его найдете. Приятного просмотра. Спасибо. В первом аквариуме живут только маленькие рыбки. Рыбки. Да. Как много маленьких рыбок. Рыбки, 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 рыбки-караси. В море синим кружат Голди-малыши. Хи-хи-хи. О-о-о. Неужели кто-то из них станет подружкой Голди? Хм. Нет, они же слишком маленькие. Посмотрим, какие рыбки живут в зале напротив. Хорошо. А вот и кошечка Кэнди и ее семья. Привет, Кэнди. Привет, Пепа. Мяу. А что это вы здесь делаете? Мы сюда ходим постоянно. Гораздо лучше, чем смотреть телевизор. Мы обожаем рыбок. Мы пришли сюда найти подружку для моей рыбки Голди. О-о-о. Что в этом аквариуме? Я совсем ничего не вижу. О-о-о. Папа-свин, эта рыба прямо у вас под пятачком. Где же? О-о-о. Это какая-то гигантская рыба. О-о-о. Думаешь, эта рыбина могла бы стать подружкой Голди? Нет. Она слишком большая. Не беда. Давайте пройдем в следующий зал. А кто у нас в этом аквариуме? Динозавр. Джордж решил, что увидел динозавра. Никакой это не динозавр, Джордж. Эта забавная рыбка называется морской конек. Ты так много знаешь о рыбках? Да. Я рыбку люблю. Разве морской конек может дружить с Голди? Э-э-э, нет. Он очень похож на динозавра. Остался последний зал. Идемте. О, а что в этом аквариуме? Ничего. Противная зеленая слизь. Фу. Это не слизь, а водоросли. Неужели даже здесь водится рыба? О-о-о. Да, там живет рыба с длинными ушами. Это какой-то кролик-рыб. Нет, это мисс Кролик надела водолазный костюм. О-о-о. Она чистит этот аквариум. Мисс Кролик поздоровалась. Под водой говорить очень неудобно. Здравствуйте, мисс Кролик. Это был самый последний аквариум. О, но мы так и не нашли подружку для Голди. А что у нас в соседнем зале? В соседнем зале кафе. О, замечательно. Мое любимое место. Привет, Пеппа. Ты нашла подружку для Голди? Нет. О, кто это? Это малыш Джинджер. Моя золотая рыбка. Он обожает аквариум. О, похоже, наша Голди все-таки нашла себе замечательного друга. Хорошо, что Голди больше не одинока. Ура! Голди может навещать Джинджера в любое время, когда пожелает. Тинка, Пеппа. Самокаты. Сегодня чудный солнечный день. Пеппа и Джордж катаются на самокатах. Джордж еще только учится кататься на самокате. Он немного боится. Джордж, давай! Ты что, Джордж? Тебя поучить кататься на самокате. Ладно. Тогда держись за руль вот так. Обеими руками. Теперь встань на самокат. Ой, нет, Джордж. Встань на самокат одной ногой. Хорошо. Теперь отталкивайся другой ногой. Вот так. Уи-и! Уи-и! Бррррр! Джордж! Получается! Джордж научился кататься на самокате. Пи-пи-пру. Пеппа, Джордж. Хватит на сегодня. Пора идти в детский сад. Ну, папа, мы только начали кататься. Можно мы поедем в садик на самокатах, папа? Отличная идея Это нам не помешает На старт, внимание, марш! Подождите меня До свидания, мама-свинка До свидания Лепа и Джордж едут на самокатах В детский садик Не так быстро Давай, папа! Я вас не догоню Подождите меня Пепа и Джордж приехали в садик Пока, папа! Пока! Пока! Теперь придется идти домой пешком Мне нужны колеса Минуточку Они же у меня есть Это здорово! Папа-свин любит кататься Папа-свин, ты едешь на самокате Пеппы? Да! Кататься это здорово! Попробуй как-нибудь Пеппа и Джордж рисуют в детском саду Мадам Газель, мы сегодня приехали в садик на самокатах! Очень хорошо, Пеппа и Джордж Нарисуйте, дети, как вы сегодня приехали в садик Я на велосипеде Очень хорошо А я пешком пришла Очень хорошо, что ты подышала свежим воздухом Мой дедушка привез меня на своем грузовике Ага, чудесно Маме и папе-свинам пора забирать детей из детского сада Ты не забыл ключи от машины, папа-свин? Давай не будем брать машину, мама-свинка Но до сада очень далеко идти пешком А мы не пойдем пешком Зря я пошел пешком утром Мы поедем на самокатах Догоняй! Что? Ты уверен? Ладно Мама и папа-свины едут в детский сад за Пеппой и Джорджа Это было здорово Я же говорил, что идти пешком не надо Мама! Папа! Вы привезли наши самокаты! Ура! Да На обратную дорогу мы остались без самокатов Папа-свин, ты же сказал, что мы не пойдем пешком Да, пешком не пойдем Придется бежать Догоняй! Эй! Подожди меня! Ви-и! Это здорово! Пеппа! Джордж! Подождите маму и папу! Пеппа и Джорджа любят кататься на самокатах Это всем нравится Пеппа! Пеппа! Пеппа!